Здоровки, Амиго! Я рад приветствовать тебя на канале Амиго, и сегодня у нас реакция на Лорд Блэквуд и Великая Охота. Погнали посмотрим! У нас появился скромный прилавок с принтами, футболки на различные темы и прикольные маски. Заходите по ссылке. Ну ладно, ну хорошо, хорошо, хорошо. Как же вы можете в комментариях предложить свою тему для принтов? Принты, это конечно круто. Но я хочу про SCP, я хочу SCP. Лорд Блэквуд и Великая Охота на Тараска, лето 83-го. 14 мая 1883 года. Сегодня утром получил пристранное послание. Прошло уже 4 месяца с тех пор, как я вернулся в Англию. Едва не расставшись с жизнью, в попытках стать первым человеком, чья нога ступила на вершину Грозной, бессмертельно опасной горы Эвереста. Здесь, в Лондоне, я погрузился в изыскание и принялся за лечение своих ран, а также решил перенести на бумагу воспоминания о душераздирающем восхождении в горы и столкновении с горным существом на Великой горе, что едва не закончилось моей смертью. Боюсь этому повествованию, так и суждено остаться рассказанным лишь на страницах моего дневника. Я не мыслил снова отправиться в дальние странствия до начала осени, но, сдается мне, сегодняшнее письмо не даст моим планам сбыться. Сеё формальное послание было написано на сложенном пополам куске твёрдой бумаги, будто приглашение на свадьбу. И текст его я представляю любезному читателю Нижа. Лорду Теодору Томасу Блэкваду, кавалеру Ордена Британской Империи. А Джозефа Донфана, полковника пехотных войск Французской Республики. Сим сердечно приглашаю вас принять участие. Состоится охота на величайшего и ужасного зверя, являющего собой угрозу многим тысячам жизней. Тараск, существо огромного размера и страшного вида, что считалось недавно лишь преданием, восстало и несёт угрозу безопасности Прованса и самой Франции. От имени президента республики полковник Донфан наделён правом выплатить 5 миллионов английских фунтов тому человеку или людям, кто убьёт злокозненного зверя. Просьба дать ответ об участии на имя полковника Донфана, Кенсинтон Роуд 22, Найтс Бридж, Лондон. Я тут же взялся за перо и набросал ответ, отправив его после обеденной почты. Доводилось мне охотиться на лис, на слонов, на всяких тварей, больших и малых. Но никогда не слышал я о таком существе, как Тараск. И уж тем более, не представлялся мне случай на него поохотиться. До вечера я просидел в кабинете и перерыл не один толстый том энциклопедии истории и мифологии. Но, наконец, нашёл это слово в собрании народных преданий о Святой Марте, что была сестрой Марии Макданской. Слушай, я... чё-то я как-то не ожидал. Такая интересная, как сказочная атмосфера. Меня даже как-то... я себя чувствую как-то... Блин, это что-то необычное, что-то реально крутое. Блин, начало мне очень нравится. Очень нравится, серьёзно. Магдалиня. Святая женщина усмирила зверя своей песней. Судя по описанию, зверь был ужасен. Колоссальное химерное создание, что дышало огнём. А шкура его была покрыта чушуёй, отражавшей любой клинок. Убивало оно без жалости. И ради одного только развлечения разрушало всё на своём пути. Письмоносец прибыл, когда день уже клонился к закату. Я получил адрес и направление, куда мне следовало явиться послезавтра для обсуждения охоты. Я всегда твёрдо придерживался того мнения, что даже в самых неправдоподобных баснях кроется зерно истины. Я не знал, разрушает ли сейчас юг Франции огнедышащий гигант. Но ясно одно. И армия, и сам президент искали такого человека, как я. И выставили такую награду, которой хватит, чтобы отправить дюжину экспедиции в охоту на зверя. В эту среду мне предстоит узнать, что за этим стоит. 16 мая 1883 года Сегодня присутствовал на собрании полковника Донфана, прошедшего в частном помещении нашего города, в клубе под председательством миссиров маршала Картера и Дарка. Но дабы читатель не усомнился в моих моральных принципах, поспешу заверить, что я никоим образом не причастен к этому клубу и не плачу взносов. Товар, которым они промышляют, оскорбляет меня в лучших чувствах, о контингентах посетителей и того более. Но в этот день в их заведении без окон не было обычного сомнища цыган и женщин легкого поведения. Вместо них стояла группа людей в униформе французской армии, а дверь охранял небольшой отряд наших солдат. Слуги и кёльнеры явно чувствовали себя свободнее в нашей компании, чем среди обычных завсегдатов, и разносили напитки и закуски для гостей. Почетных гостей, не считая меня, на этом собрании было трое. Один из гостей – американец некто Рузвельт. Молодой человек, зарекомендовавший себя одаренным охотником на крупную дить в заокеанской Америке. Также был господин Дюков, русский, известный мне как историк и ученый. Наконец был еще один мой соотечественник, тот самый мистер Харрис, с которым, как помнит мой читатель, я вступил в битву умов на берегах Нила в 1855 году. Не стану утомлять читателя длинным изложением нашей прошлой встречи. Напомнили, что мы с мистером Харрисом некогда учились в Итани. Тогда он в моих глазах представал обычным негодяем. Да и то, что я слышал о нем после обучения, не смогло. Какие шикарные арты. Какие шикарные арты. Вот что-что из всех авторов по SCP мне именно этот больше всех нравится. На то, как он подходит к делу, как это все рисует. Это реально, это очень... Блин, я уже отмечал, я об этом уже говорил не раз, что это реально... Заставить меня изменить свое мнение об этой личности. Полковник Дан Фан, вымотанный и обеспокоенный низкорослый мужчина среднего возраста, говорил кратко и сразу же объяснил ту причину, по которой созвал нашу четверку. Существо, которое правительство его страны называло Тараском, появилось, по его словам, в первое воскресенье после Паски близ поселка Тараскон, что любопытно названного в честь самого сказочного зверя и разрушило поселение до его основания, погубив несколько тысяч жизней. Горстка выживших при убийстве зверя рассказывали о гигантском ящере, ловком и безжалостном, который выбежал прямо на центральную площадь и принялся разрушать все и вся на своем пути. Дома, людей, скотину. Один из крестьян, жену и детей которого разорвал на клочке ящер, поведал, что зверь обратился к нему на чистом французском и сказал о них так. Они были отвратительны. С тех пор продолжил полковник. Жертва Митараска пала три прованских деревни и бесчисленное множество крестьянских угодий. Зверь нападал без жалости, без причины. Убивал ради убийства и оставлял за собой только разрушение. Армия бросила против него в бой войска, конницу и артиллерию. Выживших было немного. И по их словам, тварь выдержала прямое попадание пушечного ядра и не остановилась. Даже не сбилась с шага. А зияющая дыра в его груди заросла, пока зверь бежал громить артиллерийскую позицию. По всей области был объявлен карантин. Граждан эвакуировали сомнами. Армия и репортеры плодили рассказы о чуме и прусских реваншистов. Но правительство Франции боялось, что может случиться худшее. Если зверь продолжит свой погром, под ударом окажутся ним, авиньон и арль. В нашу четверку, по словам полковников, ходили лучшие охотники и самые выдающиеся светила науки, которые только знало его правительство. Он не мог положиться на нас полностью, но богатый опыт в области охоты и доступная нам милостью науке лучшее оружие и лучшие инструменты могли дать нам надежду на успех там, где его силы потерпели провал. С собрания я ушел за стопкой бумаг в руках, изложенными в письменном виде знаниями подчиненных полковника Атараске, квинтэссенция всех попыток его разведчиков узнать о тваре побольше. В субботу наша четверка пересечет Ла-Манш пароходом и своим ходом двинется в самое пекло. Работный, мой верный лакей, уже начал собирать чемоданы и подготовил к пересылке наиболее необычные виды оружия, которые имелись в моем арсенале. Перспектива работать рука об руку с Харрисом радует меня не более, чем сомнительная привилегия пожать руку сатане, но господа Рузвельт и Дюков кажутся мне людьми здравомыслящими и крепкими духом, так что, если удача будет на нашей стороне, наша пестрая четверка вернется в Англию с целым состоянием в кармане и волнительными рассказами на устах. 20 мая 1883 года Поездка на поезде из Скали обошлась без происшествия и мы сошли с поезда в Авеньоне. Кажется невероятным, но при всей моей любви к дальним странствиям я до сих пор так и не побывал во Франции. Но в конце концов, страна эта цивилизованная и лишенная древних тайн и неуловимых зверей, к которым я питаю собственную страсть или думал, что питаю. С мистером Рузвельтом мы провели долгие часы, обсуждая свои похождения. Я нахожу его по-настоящему интеллигентным человеком, прекрасно понимающим суть естества испытателя. С господином Дюковым разговор клеился тяжелее. Человек он замкнутый и предпочитает общество собственных книг и научных трудов, а не попутчиков. Он с гордостью продемонстрировал мне множество своих изобретений, которые вознамерился испытать на Тараске. Ружье, которое стреляет лучами электричества, сгущенный керосин, что горит не взрываясь, и последний, по его словам, прототип, громоздкую пищаль на треноге, работающую на очищенной урановой смолке. В чем я считаю, она может быть похожа на дестабилизирующие мушкеты господина Мотта, один из которых я взял с собой в дорогу. С мистером Харрисом же я как мог старался в дороге не разговаривать. Я твердо намерен не уронить достоинства джентльмена во время нашей поездки, но от этого человека у меня во рту становится кисло. Во время посадки на поезд в Кале я имел оказию наблюдать, как в багажный вагон грузили больших размеров ящик, в котором, по его словам, находилось его секретное оружие. Говорит, что находится в ящике, он отказался наотрез, но глядеть на него было немного не по себе. Казалось, вокруг ящика, когда его несли мимо нас, вымерзал самый воздух. Так или иначе, в нашу повозку он не влезет, и пока мы оставим его в хранилище в авиньонском банке. Оружие и провиант уже погрузили в повозку, и нам привели к ней. Завтра полковник Дэн Фан Что же там может быть в ящике, да? Увидит нас до границы карантинной зоны. Там, как сказал он, нам предстоит действовать самостоятельно. У него нет лишних людей, и он вступит в бой только в том случае, если тварь нападет на укрепление и попытается прорваться. 21 мая 1883 года. За прожитые годы я видел войну во всех видах. Я лично был свидетелем тому, как Британская империя обрушила свой гнев на врага, когда вел своих солдат в бой во время опиумных войн. В Африке мне довелось видеть, как племена аборигенов сражаются до последнего бойца, разрушая все на своем пути. В Крыму мне едва удалось выжить, а вокруг сражались и умирали тысячи людей и разорялись города. Разрушения, которые я видел там, не идут ни в какое сравнение с хаосом, что сел Тараск на своем пути. Авиньон, казалось, находился в осаде. По улицам ходили военные патрули, а краины города были заставлены баррикадами. Невдалеке от окраин города проходила граница карантинной зоны. Солдаты усердно копали траншеи, возводили укрепления. Часовые, совсем еще юные, выглядели так, словно прошли не один бой и видели неописуемый ужас. Из города выходил нескончаемый поток эвакуируемых. Женщины, дети. Некоторые не брали с собой ничего, кроме надетой на них одежды. Многие смотрели растерянно, словно не понимали, по какой причине их заставляют покидать свои дома. Проходя мимо, я спросил одного из них, видел ли он Тараска. Лишь немногие разведчики и дозорные видели зверя на большом расстоянии, ибо, по их словам, не было никого, кто бы выжил, вступив со зверем в ближний бой. Пока что Тараск не осмелился нападать на возведенную военными линию обороны, но, по словам Часового, два дня назад он сам видел зверя в миле от линии фронта. Тот словно смотрел прямо на него. Мистер Харрис с неохотой согласился выехать на разведку в одиночку, а мы с господинами Рузвельтом и Дюковым направились по дороге в Тараскон, чтобы по месту происшествия узнать как можно больше об объекте нашей охоты. Тараскон представлял собой зрелища абсолютного разрушения. Десятки трупов лежали прямо там, где их настигла смерть. Большую часть города пожирал огонь, а знаменитый Тарасконский дворец и другие каменные строения лежали в руинах. В немногих уцелевших стенах изъяли дыры. Ни единой души не было в городе. Ни мужчины, ни женщины, ни скотины, ни твари мелкой, ни птицы и ни зверей полевых. Не устояли даже зеленые насаждения. От такого зрелища у меня екнуло в груди. Мог ли всего один зверь устроить такие разрушения? Лагерь мы решили разбить на краю погибшего города. К вечеру вернулся мистер Харрис и сообщил, что заметил Тараска на юго-запад у села Бельгород, когда тот разрушал крестьянский дом. По такому следу, сказал он, несложно пройти, ведь на его пути оставалась только голая земля. Даже трава пала под натиском ярости зверя. Завтра мы выдвинемся по следу и вступим с чудовищем в бой. 22 мая 1883 года Сегодня мы столкнулись с Тараском и милости и удачи нам удалось спастись живыми. Мы отправились на юго-запад к Бельгороду, каково и нашли не в лучшем состоянии, чем сам Тараскон. Оттуда след зверя вился на юг, потом на запад, потом на северо-запад по крестьянским угодьям и опасно близко к нему. Вскоре после полудня вдали показался и сам зверь. Он не двигался и, казалось, задремал на солнышке. Тараск был массивен. Больше кита в длину и больше жирафа в высоту, а весом должно быть превосходил обоих. Чужая его блестела на полуденном солнце, а громадные оскаленные зубы блестели среди учененного им хаоса. Будь у этого зверя... Это чем-то похоже на рептилию. Ну, на рисунке, но только рептилия более разложенная такая. Как в этом... Тараск... Вытянули на палочках. Сделать первый выстрел по нечистой твари выпало мне. Для устойчивости я положил свое ружье на забор, прицелился в голову спящего Тараска, задержал дыхание, взял последнюю поправку и выстрелил. Выстрел поразил зверя точно в то место, куда я и царился. И к нашей вяще и радости верхнюю часть головы Тараска снесло начисто. Зверь обвалился наземь, а я с облегчением выдохнул. Потребовался один выстрел, чтобы убить зверя, который погубил тысячи людей и был грозой целого народа. Мистер Харрис испустил вопль радости, и тот мертвый зверь ожил. Тараск поднялся на ноги и развернулся в нашу сторону. Его череп истекал кровью, мозгом и слизью. Лишившись одного глаза, морда уставилась на нас. Зверь издал рев, от которого кровь стынет в жилах и понесся на нас во весь опор быстрее, чем африканский боевой слон. Господа Рузвельт и Харрис едва успели разрядить свои ружья по зверю. Так быстро нам пришлось убегать. Харрис отбросил слоновое ружье, достал припасенную многозарядную винтовку меньшего калибра и разрядил весь магазин в бок зверя. К нашему ужасу рано затянулись за считанные секунды. Господину Дюкову пришлось выключить свое ружье на урановой смолке, так и не успевшая зарядиться, и взяться за электрическое ружье. Три выстрела по открытой ране оглушили чудовище и дали нам время добраться до коней. Едва мы успели вскочить в седло, как Тараск снова оказался на ногах и бросился на нас. Озияющий провал в его черепе быстро затягивался плотью и костью. Второй выстрел из дестабилизатора частиц начисто отнял переднюю ногу зверя, и он захромал за нами на трех ногах, не теряя боевого духа. Мы разъехались на четыре стороны, уговорившись встретиться за пределами карантинной зоны. Я успел увидеть, как чудовище погналось за мистером Рузвельтом на ходу, отращивая новую ногу, но тому удалось перехитрить исполина, и к заходу солнца мы уже сидели в обществе солдат на баррикадах. Гордостью нашей был нанесен серьезный удар, но телесное здоровье не пострадало. 28 мая 1883 года Удача и божий промысел не оставили нас. До сегодняшнего дня Тараск не пытался выбраться за пределы карантинной зоны и спокойно разорял покинутые крестьянские угодья Прованса, поедая оставшихся без хозяев скот и разоряя посадки. Вторая вылазка против зверя, сделанная нами числа 23-го, также не увенчалась успехом, и мы сошлись во мнении, что обычной пулей электричеством или огнем зверя не убить, так как его раны зарастают с изумительной скоростью, а стойкость к ранам и увечиям так велика, что даже залп из бортовых орудий флота Ее Величества не смог бы уничтожить зверя, прежде чем тот сам уничтожит храбрых моряков. Мы решили, что Тараска необходимо сначала обездвижить, а потом обрушить на него такую разрушительную силу, чтобы уничтожить зверя раз и навсегда, прежде чем тот успеет вырваться. Несколько часов мы строили планы действий, пока старый сержант, стоявший в ночном дозоре, не попросил минутку нашего внимания. Как сказал он, во время его службы во Вьетнаме местные племена восстали против французского правления в 68-м году и строили ловушки весьма элегантной конструкции, легкие в маскировке и крайне смертоносные. До самого утра мы с мистером Рузвельтом вынашивали детали этой идеи, а на следующий день наша четверка выдвинулась в поля, чтобы соорудить ловушку. Соорудили мы ее в полях под Графзоном, селом между Тарасконом и Авеньоном, которое Тараск пока не разорил, благо тамошний уровень грунтовых вод был для наших целей благоприятным. По нашей памяти, в холке зверь достигал 9 футов, вот же гадская тварина, а? Ты посмотри на нее. В ширину 6, а длина его составляла 30 футов. Полковник Анфан с видимой неохотой выдал нам несколько солдат, с чьей помощью мы выкопали в поле широкий и длинный окоп, в который мог поместиться зверь достаточной глубины, чтобы Тараску не удалось выбраться до начала нашей атаки. Дно ямы было сплошь утыкано заточенными стальными колышками, сотнями кольев, смазанными ядовитой субстанцией, секрет которой я узнал на востоке. Вдоль по центру всей ямы мы настелили деревянный помост, достаточно прочный, чтобы выдержать всадника, но не массивную тушу Тараска. Землеройные работы затянулись на 4 дня. По их завершению мы перетянули яму с сеткой и насыпали поверх травы и листьев. Издалека ловушка казалась обычным участком земли, но ее глубина таила смерть. Мистер Харрис заметил Тараска милях в двух от места наших работ, поэтому завтра наша ловушка захлопнется. Мистер Рузвельт вызвался на роль приманки, на коне он подъедет к чудовищу, сделает выстрел из слонового ружья, а когда тот погонится за ним, заманит зверя в яму. Мы с господами Дюковым и Харрисом ляжем в засаде в неприметном месте, а после выйдем к краю ямы и обрушим на тварь всю силу нашего оружия, ружей, дробовиков, дестабилизатора частиц и электрического ружья Дюкова. Также, если тому удастся наконец его зарядить, завтра будет сделан первый выстрел из ружья на урановой смолке. Когда мы опустошим все боеприпасы, в яму будут вылиты четыре бочки сгущенного керосина мистера Дюкова, который он и подожжет. Божьей милостью, от зверя к завтрашнему вечеру останутся лишь кости да пепел. 29 мая 1883 года. План-то хороший. Успех! План сработал как по маслу. К тому времени, как мистер Рузвельт вовлек Тараска в погоню, План-то, конечно, хороший, но все ли пройдет действительно идеально? Солнце уже миновало зенит, но вскоре чудовищная рептилия рухнула в яму, насадила себя на колье и не могла двинуться, пока мы обрушивали на него силу оружия. Под ударами рвущих его плоть пуль и взрывчатки зверь издал крик, которому позавидует само пекло, но плоть зверя уступила натиску оружия, а горящий сгущенный керосин не давал ей отрасти заново. Господин Дюков велел нам отвернуться и не смотреть на выстрел ружья на урановой смолке и велел справедливо. Вспышка была буквально ослепительной, а над ямой поднялся столб дыма и пламени, вскоре переросшие в некое подобие гриба. Когда пламя потухло, на дне ямы лежал лишь обугленный скелет. Громоздкие череп твари, побитые пулей мы отделили от тела, а отряд явившихся после взрыва солдат спешно забрасывает яму землей. Завтра мы принесем череп авиньон и получим заслуженную награду. 30 мая 1883 года. Бедствие. Когда мы вошли в авиньон с нашим трофеем, войска чествовали нас как героев. В лучах рассветного солнца череп тараска казался белее, чем вчера, и кусочков обугленной плоти на нем казалось было больше, чем когда мы вытаскивали его из ямы. Наверное, зрение играло с нами шутки. Наша четверка позировала для фото, а господин Дюков попросил сделать его фотографию с головой, вставленной между тяжелыми челюстями павшей рептилии. Каков же был наш ужас, когда челюсти с хрустом сомкнулись, начисто отняв голову Дюкова от тела. Череп тараска покатился по подиуму и снова щелкнул челюстями, вырвав новый кусок из тела Дюкова. Солдаты завопили, кое-кто упал в обморок на черепе. Да фоткался, блядь, да фоткался. Быстро нарастал новый покров из мускулов и чешуи. Мы смотрели, они все раздвинуться. Солдаты почетного караула дали залп по черепу. Вместо отлетавших кусочков тут же вырастали новые. Я же мог лишь стоять и смотреть, как кости покрываются сплетениями жил и мускулов, принимая форму. Челюсти лишенного тела зверя открылись и голова проревела на французском. Терпеть вас не могу! С другой стороны городской площади послышались крики. Я обернулся и увидел невозможное. Остальную часть Тараска. Безголовое тело было покрыто землей и гнилью, держалось на жалких обрывках мышц, но с потрясающей скоростью неслось по площади, стаптывая людей и не обращая внимания на пушечные и ружейные выстрелы в своем стремлении воссоединиться с головой. Краем глаза я заметил, как мистер Харрис спустился в бегство. Мистер Рузвельт отметил, что бежит он в сторону банка, где хранится его тайное оружие. Череп Тараска же старательно прыгал в мою сторону, так что я последовал за Харрисом. К тому моменту, как мы добежали до банка, мистер Харрис уже выволок ящик из хранилища в фойе банка и спешно одирал доски. Вскоре ящик развалился и нашему взгляду предстал каменный гроб воистину древнего вида. Казалось, что один его вид разом отнял все тепло у воздуха в помещении, а вид саркофага заставил меня содрогнуться. Крышку держали на месте три толстых цепи с тяжелыми замками. Сама же крышка, равно как и весь саркофаг, была покрыта резными рунами, похожими на шумерские или аккадские. Признаю, что языки древней Месопотамии я так и не изучил, но от гроба казалось исходило ощущение неправильности. Мистер Харрис извлек из кармана пиджака кольцо с тремя ключами и принялся вскрывать замки. Я обратился к нему с мольбой прекратить это безумие и бежать прочь, пока есть возможность. Но он настоял, что стоит этому гробу открыться и победа окажется в наших руках. Он не Блин, почему вы такие самоуверенные? Зачем вам это надо? Не надо! Не трогайте нафиг этот сраный гроб. Я чувствую, что это хорошим не закончится. Какой вообще нормальный человек еще в пасть этого скелета бы сувал голову? Вот это вообще просто дичь. Это просто дичь. Он оттолкнул крышку гроба и едва успел бросить взгляд на свое тайное оружие воплоти. Из гроба взвлитнулась оливковая рука, держащая меч и снесла ему голову. За все свои проведенные в странствиях среди диких и примитивных народов годы я не видел человека столь свирепого, столь стихийного и преисполненного первобытной ярости, как тот, кто сейчас выбирался из гроба. Обнаженный воин с мечом в руке, со струящейся грива и черных волос, чье тело от головы до пяты было покрыто татуировками, которые изображали... Не алый король случайно? Че-то я припоминаю такое, хотя он был в кубе. Он разве не был в кубе? Ну, в кубике. В гробу? Ну, ладно. Или, может быть, похож? Ладно. Не буду утверждать. Естественно, и надписями на древних языках, не похожими на письменность, созданную когда-либо человеком. Говорят, что Шерман, американский генерал, однажды ответил на просьбы своих врагов о пощаде, что с тем же успехом они могли бы взывать к буре. Сейчас же передо мной стояла, как мнилась мне сама стихия бури. Мистер Рузвельт обратился к нему с мольбой и просьбой о помощи. Тот, словно не слыша слов, взглянул на Рузвельта и сделал выпад мечом. Рузвельт отбил его ружьем, ствол треснул под могучим ударом и, к моему удивлению, полубог бросил свой клинок. Рузвельт подобрал меч, нанес ответный удар и в мгновение ока у полубога снова появился меч в руке. Рузвельт бился как мог, но вскоре был загнан в угол. Не по сердцу мне вступать в честный бой двух джентльменов, но я не мог видеть как мистер. А, или в кубе он был в гробу, по-моему. Блин, надо пересмотреть, я что-то подзабыл. Ну, я помню, что-то с Алым Королем связано, это по-любому это он же вроде. Блин, ну, ладно. Рузвельта зарежут посреди этого хаоса, поэтому я подобрал револьвер и опустошил барабан. Все пять пуль в голову полубога. Тому следовало упасть замертво, но оливково кожей разрушитель лишь повернулся и свирепо уставился на меня, как тараск, лишенный половины лица и все равно готовый убивать. Он выронил один из клинков, быстро махнул рукой в воздухе и что-то полетело в мою сторону быстрее, чем я смог отреагировать. Одно движение и я не мог пошевелить руками. Воин каким-то образом материализовал Бола, излюбленное оружие пастухов Южной Америки, которыми те стреноживают убегающих животных и обмотал ими мою грудь. Еще один взмах и второе Бола захлестывает мне ноги, сбивая на землю. Он подошел ко мне, готовясь нанести смертельный удар, как вдруг стена банка за моей спиной содрогнулась. Подалась и раздался гневный рев. Тараск, почти целый и невредимый, вошел в здание в поисках своих незадачей. Кажись, я догадываюсь, что это за Тараск и что это же стопудово рептилия, тот самый объект. Я просто я понял, блин, я просто номера объектов иногда не всегда запоминаю хорошо. У меня с именами, с подписями не очень всегда хорошо. но я догадываюсь, о ком суть идет. О ком суть идет, я догадываюсь. ...зачливых убийц. Увидев Тараска, Полубок мгновенно утратил интерес к нам с мистером Розвельтом. Вот, подумал я, почему покойный бедняга Харрис считал его своим тайным оружием. Этот человек, этот гнев во плоти, жил только, чтобы сражаться, и Тараск был его идеальным соперником. Битву, которая разразилась между двумя бессмертными исполинами, не описать и на сотне страниц. Мы с мистером Розвельтом спрятались в безопасное нутро хранилище банка, которое, казалось, одно не пострадало от обрушенной ими друг на друга ярости. Прошло изрядно больше получаса, вокруг них полегли сотни людей, а центр Авеньона превратился в руины. У полубога не хватало одной руки, половины ноги, глаза и большей части мозга, а его живот был вспорот. На месте почти любой человек давно бы умер, но он сражался, временами даже отрезая куски своих кишок и делая из них оружие. Тараск пребывал в не менее плачевном состоянии, когда полубог обратил внимание на ружье на урановой смолке господина Дюкова, зверь лежал на земле и пытался прийти в себя на том самом месте, где всего час назад царило столь праздничное настроение. Мы видели, как полубог идеально точным движением извлек из ружья ядро на урановой смолке. Движением руки он создал подобие бомб и взрывчатки, прикрепив их к ядру, которое примотал к своей груди. Запалив фитиль, он ринулся на Тараска, который снова изготовился к столкновению. Нам с мистером Розвитом уже доводилось видеть неистовство этого ружья в управляемом состоянии и по этой причине наблюдать за развитием событий нам не хотелось. Мы спешно отступили в хранилище, площадь осветилась ослепительным светом, а потом пронесся ветер сильнее урагана Карибского моря. Захлопнул дверь и заточил нас внутри. Здесь темно. Мой электрический светильник дает достаточно света, чтобы писать эти строки. Не знаю, сколько хватит воздуха в запертом хранилище. Здесь нет ничего похожего на еду и воду, кроме безжизненного тела мистера Харриса. И будучи богобоязненными джентльменами, мы с мистером Розвитом поклялись не вступать на темную тропу, самые наши жизни не окажутся в опасности. Не знаю, удастся ли мне вы... ребята, попали вы в очень жесткий замес. Серьезно, это слишком жесткий замес, в который вы могли попасть. Если нет, то пусть этот дневник будет моим предсмертным посланием и свидетельством тех ужасов, что обрушились на этот уголок нашего мира. 13 июня 1883 года. Милость Божья не оставила нас. Утром первого числа дверь хранилища отворилась и нашим взором предстал майор французских войск во главе отряда искавшего выживших. Мы с мистером Рузвельтом были обезвожены и уже страдали от урановой лихорадки. К счастью у Марселя проживает коллега моего доброго друга Генри, который встретил нас в больнице и предоставил лечение, спасшее нас от неизбежной смерти, что влечет за собой сия коварная болезнь. Насколько мне известно, полковник Донфан мертв. Вместе с ним в объятом пламенем Авеньоне погибло 10 тысяч человек. Те, кто выжил, как нам рассказали, были серьезно обожжены и ослепли. И вскоре жизни многих из них заберет урановая лихорадка. Ни Тараска, ни полубога после взрыва никто не видел. Равно как и впрочем того ледяного саркофага, где последний спал до того, как покойный мистер Харрис выпустил его на свадь. Самое любопытное то, что я, по-моему, припоминаю, что много у него имен у этой рептилии, у этой слишком живучей рептилии. Пройдут годы, а может и десятки лет, прежде чем этот край воспрянет к былой славе. Из небольшого числа свидетелей величайшего бедствия, постигшего Францию в последние годы, лишь мы двое были в самой гуще событий, и потому военные отнеслись к нам крайне подозрительно. Допрашивали нас несколько раз. Сначала солдаты, потом полиция, потом политики. Пока мы говорили, неподалеку стоял человек, лицом англичанин, и записывал за нами, но не проронил ни слова. В конце концов, нам удалось избежать ссылки на чертов остров, но обещанные награды нас лишили, и строго-настрого наказали не являться большего Францию до конца жизни. Взрыв, что прервал бытие Авеньона, был, как нам рассказали, виден за сотни миль, и все щелкоперы от Парижа до Нью-Йорка упражнялись в спекуляциях. В качестве объяснения предполагалось все, от упавшей звезды до сверх оружия Германии и божьего гнива. Нас предостерегли от разглашения истинной природособытия и отправили в освоясье. В Кале мы с мистером Рузвельтом распрощались. Он желает вернуться в Америку и серьезно заняться политикой. Желаю ему успеха в этом начинании. Я же вернулся в свой лондонский дом, работный сообщил, что этим утром прибыла открытка на мое имя. Почерк в этой краткой и неподписанной записке напомнил того англичанина, который вел записи на допросах. Время от времени мне удавалось бросить взгляд в его записи. Текст этого послания я предоставлю ниже. Лорду Теодору Томасу Блэкваду, кавалеру Ордена Британской Империи. Королевская организация по безопасности сдерживанию и охранению аномальных объектов и диковин, просит вас явиться навстречу, результатом которой может стать взаимовыгодный союз. Просим вас явиться в любое удобное для вас время, кроме воскресенья, по адресу Мэрили Боун Роад 19, Вестминстер, и сказать, что вам назначена встреча с доктором четверг. В этом вопросе просим проявлять осмотрительность. В четверг, он только в четверг сегодняшнего дня я ни разу не слышал об этой организации и не знаю, стоит ли мне принимать участие в их таинственных затеях. Возможно, я выслушаю их, но я никогда не состоял на одной и той же службе долгое время и превыше всего ценю свою свободу как естествоиспытателя и исследователя. Скоро увидимся. Огромное спасибо тем, кто поддерживает нас через патреон. Слушайте, ну достойный, ну очень достойный ролик, вот это был максимально реально интересный очень ролик и где-то поворотики меня начали раскрывать все шире и шире глаза, я типа такого нифига себе, а вот это-то я знаю, об этом я уже что-то такое подобное смотрел и все тому подобное. И отдельное спасибо автокрасава, автокрасава. Вот этот я ролик считаю одним из офигеннейших, одним из лучших, просто пушечка, просто муа, просто. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, кто не подписан, и увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok